Приветствую вас! В первую очередь хотелось бы сказать, что вы большая молодежь, что решили закончить отношения, вот, и, в общем-то, вы большая молодежь, что решили заняться этим развитием. Правда, для меня несколько непонятно, для чего вы написали такой большой текст, где так много описывали все, что он делал для вас плохого, понимаете? Ну, просто, как он себя вел, вы описывали очень много, подробно, да, вы сделали себя жертвой и так далее, вот, то есть вы видите себя как жертва. И, на самом деле, у меня к вам вопрос, вот, какие чувства вы испытываете, когда писали всю, ну, большую часть своего текста? Какие чувства вы испытывали, когда вам приходилось подстраиваться под его график? Какие чувства вы испытывали, когда, значит, он лежал, что вам идет, и вам было стыдно перед консультантами магазина? Какие чувства вы испытывали по отношению к себе и к нему? Вот, какие чувства вы испытывали, когда он не дал вам свой телефон, ссылаясь на то, что у него много, у него мало денег? Что конкретно в этот момент вы анонимно чувствовали? Вот, понимаете? Когда вы говорите, что, вот когда вы писали, что, значит, я своим, значит, все это время, я думал, что своим терпением гибкость могу сделать так, что он станет хорошим. Понимаете? То есть, что это значит? Это значит, что вы ничего реального человека, таким, как он есть, не принимали. Это значит, что реального человека вы принять не готовы, это значит, что вы не готовы принять данного, ну, вот, именно данного, данного мужчину, да, таким, как он есть. Не готовы, почему-то, хоть почему-то не готовы, т.е. он обязательно должен быть по вашим слонам хорошим. Понимаете, какая история. И почему-то вы считали, что своим поведением он станет хорошим. Откуда такая установка, понимаете? Т.е. получается, что все это вы делали ради чего-то, ради какой-то цели. Все ваше поведение, где вы терпели, прогибались и т.д. Все это было подчинено некой определенной цели, которая вам нужна была. И нужна эта цель вам до сих пор. Понимаете? Т.е. вы в этом до сих пор, скорее всего, нуждаются. Вот. Для чего вам семья? Да. Сейчас вы хотите, чтобы он созрел для семьи. Зачем вам семья? Что действительно вами движет, когда вы занимаетесь сейчас вождением? Хотите освоить английский язык? Да, вы написали. Сейчас посмотрю. Да, английский язык хотите выучить и т.д. Что вами движет в этом, в этих стремлениях? Как это связано с тем, что вы хотите из семьи? Не стали ли вы бояться отношений близких с мужчинами? Какой у вас был прошлый опыт отношений с мужчинами? То есть, были ли у вас мужчины и чем и чем и почему заканчивались отношения? Да. Вот. Т.е. я так думаю, что основная проблема это, что у вас заниженная самооценка. Вы изначально в отношениях ставите себя так, что с вами можно вести себя, ну, как угодно. Да. Т.е. вот. С вами можно вести себя так, как удобно человеку, а не так, как удобно вам. Не так, как хотите вы. Вот. И вот заниженная самооценка и, соответственно, неразграничение ответственности. Да. То есть, за что ответственный я, за что ответственный другой человек. Что я делаю для другого, какой ценой, да. И что делает для меня другой и какой ценой. Вот отсутствие этих аспектов в отношениях. В отношениях. А также сверх мотивация, да. Сверх мотивация, сверх мотивация быть человеком. Сверх мотивация в том, чтобы он был с вами. Сверх мотивация возможна в семье. И создает такую, такие вот для вас обстоятельства негативные. Вот. Которые, по сути делу, приводят вас к тому, что вы оказываетесь одно. То есть, понимаете, вот вы пишите, да, он сказал меня везти, там, вы только вышли на улицу, еще раз попросили, вышли на улицу, еще раз попросила поехать по своему делу. То есть, зачем? Вот чего вы добиваете всем этим поведением? Знаете, такое впечатление, что вы пытаетесь получить негативную реакцию по отношению к себе, и таким образом, ну вот у меня ощущение, да, что вы целенаправленно идете на негатив, целенаправленно идете на то, чтобы вас оскорбили, унизили, там, и так далее. Вот. Вы сами подумайте, а на такие вот здоровые, бережные, теплые, заботливые отношения, как вы считаете, вы достойны этого? Вы можете на это рассчитывать? А что вы делаете для того, чтобы у вас были такие отношения? Вот. То есть, тут идея какая? Что вы познакомились с мужчиной, да, он живет на расстоянии. А тут вот, вот. Вот. Вы терпели, вы прогибались под него ради своей цели. Надеюсь, что он станет хорошим. Но как? Как аноним мужчина может стать хорошим, и любой человек, как может стать хорошим, если вы подкрепляете, поддерживаете его такое поведение? Понимаете? Как он может стать хорошим? В таких условиях, ну, для меня загадка. Если честно. Вот. И, соответственно, это вопрос о том, чего же вы хотите в действительности, и вопрос о том, какие у вас представления о себе. Ну, и, конечно, позиция жертвы. То есть, тут вот я рекомендовал бы вам изучить в интернете треугольник Карпмана. Посмотреть. Вот. И, соответственно, уже понимать, о чем идет речь. Вот. Ваш мужчина, такое впечатление, что играет в игру, попался Сукин Сейн. Вы можете тоже про эту игру посмотреть в интернете. Вот. Ваш мужчина представляет собой, ну, вероятно, оральный тип. Студия, потому что вы пишите. Вот. Хотя, 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 конечно, да. Тут он у вас кидал блок. Это немножко сбивает картину. Но я думаю, что вы можете сами посмотреть лучше про типы. Оральный, анальный. Вот. Лучше определить их к какому типу относится к человеку. И, соответственно, что вы выбираете. То есть, что вам нравится в другом человеке. В отношении к вам. То есть, вам нравится прогибаться. Вы склонны к тому, что прогибаться. Вы склонны к тому, чтобы вот путем прогиба и услуги, да. То есть, услужения. Добиться того, чтобы люди делали то, что вам нужно. Это так не работает. Соответственно, ваша глубинная установка, возможно, звучит так. Угоди мне. Это драйвер, про который вы тоже можете почитать. Есть такой психологический драйвер. Называется Угоди мне. Вот. Обязательно изучите это в интернете. Это то, что вот я вижу. Вот. Ну, в целом. В целом, возможно, вы играете в такую вот игру. Знаете, то, что мне приходит на ум, да. Все, как бы, ну, все игры я сейчас не вспомню. Но мне кажется, что вы играете в такую, знаете, разновидность игры на силу. То есть, вы провоцируете человека на то, чтобы он сделал вам что-то плохое, да. И потом же его обвиняете. В том, что он сделал вам что-то плохое. То есть, обвиняете его на том основании, что вы для него это делаете, вы прогибаетесь и надеетесь, что он станет другим. Знаете, какая история. Вот. Когда он вам говорит, да, что игра, значит, я сейчас найду, ну, что-то он делает вот. Вот. Играя в компьютерную игру, на телефоне он сказал мне, что видит во мне особо, которая с его помощью хочет заполучить более высокий социальный статус ради детей, ничего не делать, а он нужен для тяжелой физической работы в аромах. Понимаете? То есть, вы так представляетесь мужчине. Понимаете? Какая история. Вы так ему видитесь. Так, сделайте вывод из этого. Сделайте вывод из этого. Подумайте об этом. Почему мужчина видит вас так? Вместо этого вы говорите, что это невозможная глупость. А я вот не считаю, например, что это невозможная глупость. Я считаю, что если мужчина видит вас так, значит, на это есть причина, на это есть основание. Значит, что-то в вашем поведении дает ему основание так думать. Подумайте, что? Если вы прогибаетесь, если вы терпитесь, значит, возможно, это мужчина интерпретирует, как ваше желание выйти замуж, свадить детей и прочее, прочее, прочее. Разве не так? Разве вы не хотите в семью? Разве вы не хотели через него получить семью? Такая ли это невозможная глупость? Да, может быть, мужчина, конечно, преувеличил, безусловно. Но доля истины, верно истины, мне кажется, в этом нет. И когда вы говорите глупость и глупость невозможная, вы включаете свою родительскую позицию, когда не надо. То есть вы начинаете оценивать то, что происходит, когда не нужно. Тем самым, это преувеличает в себе развитие. Когда нужно, когда вы прогибаетесь, ваша родительская позиция, эта забота о себе, она молчит. Когда же вам показывают, что вот-вот-вот, только к чему-то стремитесь, вы начинаете оценивать, как бы защищая свою позицию, защищая свою модель поведения. И из этого ничего хорошего не получится, на самом деле. И вам бы после этого от него уйти, но нет. Вы говорите на следующий день, я хотела поехать по одному важному делу, и попросила его отвезти. После этих слов, аноним. Очень бы хотелось узнать вашу субъективную позицию по данному вопросу. И разобраться все-таки в себе, чего и как вы хотите, и для чего. Вот. То есть, весь текст, по сути, просто жалоба на человека. Жалоба на человека, и по сути, можно даже вот охарактеризовать это, как ещё одну игру психологическую, которая называется «всё из-за себя». Вот, всё из-за него. Из-за него мне так плохо, из-за него мне так тяжело, это его звонки меня напрягают, пишите вы. Нет. 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 Значит, нет. Это вас напрягает то, что он звонит, но чем напрягает? Не тем ли случайно, что он дарит вам надежду? Надежду получить то, что вы хотите. Понимаете? Надежду получить то, что вы желаете. Надежду на всё-таки создание семьи, которой вы так хотите. Не этим ли вас напрягают его, соответственно, звонки. Понимаете? То есть, тут нужно разобраться именно с тем, что вас напрягает. Да, мужчина ведёт себя назойливо. Да, мужчина ведёт себя не очень хорошо. Да, мужчина не хочет, чтобы вы становились самостоятельно, потому что он, по сути, вами манипулирует и надеется, надеется на то, что вы к нему прибежите, да, что вы прибежите к нему, что вы будете умалять его там и так далее, и так далее, и так далее. Да, это так. Это всё верно. Мужчина поступает нехорошо. Но, понимаете, если вас напрягают его звонки, то мужчина, как и любой манипулятор, чувствует на интуитивном уровне, что есть эффект от того, что он делает, есть обратная связь. Он это чувствует, он это знает, он это понимает, и поэтому он продолжает так поступать. Поэтому разобраться в себе, разобраться, что именно напрягает и отделить его действия, действия мужчины от своей реакции и желания, которые стоят за вашей реакцией, направить в конструктивное русло, тем самым сделав абсолютно безразличным для себя поведение мужчины, да. То есть, что звонит, что не звонит, вам всё равно, всё равно является первоочерёдной задачей. Второй задачей является выработка женского поведения. И, ну, возможно, вторая задача является повышение самооценки и корректирование всех тех аспектов, о которых я сказал. Вот, аспектов. Корректирование всех тех аспектов, о которых я сказал, да. То есть это вот драйвера, игры и потребности. Уже потом можно говорить о модели женского поведения, и уже потом можно говорить о том, по поводу чего вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, ну, я имею в виду, как вы это делаете, на основании чего, что является предметом для выстраивания отношений, по сути. Вот. Вот такая вот история. Так вам можно ответить на ваш вопрос. Исходя из того, что видится у меня. То есть, вы пишите, что мне нужно сделать, чтобы разорвать этот узел. То есть вы, аноним, считаете, что есть какое-то действие, однократное и конечное действие, которое позволит вам разорвать этот узел. Кстати, о каком узле речь идет? Я вот не очень понял. Что конкретно вы называете узлом? То есть, если бы вы были в отношениях, ну, хорошо, я бы это еще понял. Да, узел, да, созависимость, тут уже можно работать. А в данном случае, когда вы отношения закончили, о каком узле идет речь? Ну да, мужчина не принял, что вы его бросили. Мужчина не принял, что вы от него ушли. Мужчина не принял, что вы от него, как бы, отделились и стали жить самостоятельной жизнью. Узел-то в чем? В чем узел? Вот вы и поясните этот вопрос. Узел это что? Это напряжение, да? Это вот, как бы, ну, завязка такая, тукая. В чем оно? В чем? Ну, мужчина вам позвонит, позвонит, ну, проявляет активность, проявляет активность и перестанет, если вы не будете давать им обратные связи. В чем узел-то? Понимаете? В конце концов, будет он вас преследовать, но попросите своих друзей, чтобы они там, ну, я имею в виду, друзей мужчин, чтобы они с ним, как бы, поговорили и все. И я думаю, что ваш мужчина, он достаточно неуверенный в себе и достаточно трусливый человек, чтобы вступать в серьезное противостояние с серьезными мужчинами. Вот. В чем узел-то? В чем проблема-то? Понятно? То есть написали много, да? Написали много. А запроса, как такового нет, да? То есть просто вот, запроса именно, запроса на, ну, на смену своего поведения, на смену своих ориентиров нет у вас. Вы думаете, что если вы сейчас занимаетесь машиной, языком и так далее, то это решит ваши проблемы? Нет, не решит. Хорошо, если вы встретите мужчину, который, вот, ну, будет добросовестным и более адекватным по отношению к вам. Стоит ли ставить свою жизнь в зависимость от воли и случая? Нет. Я думаю, что не стоит. Потому что жизнь слишком дорогая цена для этого. Можно ли подкорректировать ваше поведение, чтобы вас всегда окружали только такие мужчины? Да, можно. Но я не вижу у вас такого соответствующего запроса. Вот. Можно ли освободиться от жертвенного поведения? Да, можно. Можно ли перестать выигрывать, которые вы играете? Да, можно. Понимаете? Можно ли ставить себя в отношениях по-другому? Да, можно. Можно ли получить средства для того, чтобы принимать человека таким, как он есть, решать, будете ли вы с ним или нет? Да, можно. Можно ли понять, для чего вам семья и почему вы шли на такие жертвы, чтобы получить по итогу семью детей? Да, и это можно. Понимаете? То есть, все это можно. Вопрос в том, чего вы хотите. Еще раз, конечного действия конкретного нет. Конечное конкретное действие может быть только в правовой сфере. То есть, если мужчина физически вас преследует, да, и физически вам угрожает, вы можете как бы обратиться за защитой правоохранительных органов. Ну, вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.